Поэтому давайте смотреть. Тем временем, только что закончилась первая карта у команд S Gaming и коллектива Honoris. Как бы там ни вели 6-1 SG, они свой пик в Демираж фрикали свою сильнейшую карту и практически слабейшую у команды Honoris. И там тоже, возможно, 2-0, потому что Honoris даст очень сильно. У нас пока что выход от команды Crazy. Разменчики есть. Ситуация 3-3. Пачка поставлена на базе B. Ну и там подбиты Тенски. Опять же, Кроман сделал 2 фрага уже в этом раунде. Но есть там, кому еще воевать, потому что HS феноменально пострелялся в прошлой карте. У него очень много фрагов было. Тенски выходит, дает хедшот, которого здесь не чекает совершенно. Дает на стоксик 2 фрага. HS очень больно. HS может потащить. Патрон заканчивается. HS добивает противника в тушку. И первый раунд зарабатывается командой Nordwind. Ну как же так? Команда Crazy. Ну так хорошо шли, так хорошо все было. Но вот напоролись на этого HS. Если стрельба не пошла с глаков, у кого-то просто не пошла, у кого-то патроны закончились. Ну, соответственно, потому что стрельба тоже не пошла, а куда-то все мимо кассы полетело. Ну и теперь выбор для Crazy. Судя по диглу, вряд ли не будут форсить в этом раунде. Ну вот по кэфчикам точно пройдемся вместе с вами. И они уже с самого старта, они самые, скажем так, обнадеживающие. 1.42 на команду Nordwind и 2.75 на коллектив Crazy в рамках карты Denuk. От наших друзей с приматчем. Не забывайте про баннер по трансляции на 100% бонус к первому депозиту. По факту получается 3 дигла, 2 глака у команды Crazy. Попытка выбить девайсы и потом уже выйти куда-нибудь под жим от Харри. Который дает ему возможность найти первый фраг, заработать себе плюс 600. Ну и там еще нато сафик смогли потерять вразмен. Но НАТО упрыгал своим скаутом. Попытка от токсика получает дэмэдж. Но сам не попадает. Делится пистолетом более мощным своим тиммейтом. И скрывается в неизвестности. Война против улицы. У дэмэка не залетает. Залетает сын ему в карман граната, который лишает его жизни. Погибает также токсик. Остается вдвоем Сенсей и Сергис. Ну и Шеледенюк не будет точно таким же, как и был в прошлой карте. Ну в смысле сражения. Все эти не сражения. Пока не ясно. Пока 2-0 за коллективом Nordwind. Ну и ожидаем первого девайсного раунда для обеих команд. Который должен нам, возможно, что-то новое показать. Так объяснить. Типа, что ребята вот так вот нужно играть, а не вот так. Короче говоря. К чему мы с вами движемся, дорогие мои друзья. К тому, что если сейчас команда Крейзи не берет девайс на раунд. То коллектив Nordwind опять же стремительно улетает вперед. На 3-4 раунда. При том, что без ответных. А там еще один девайс. На можно 5-6. И на своей карте можно и не вернуться вовсе. Команде Крейзи. И в этом Best of 3, что самое важное. Конечно, хочется повалять за своих ребят. Но мы видим, что Nordwind тоже, знаете ли, без дела не сидели. Все 4 недели. Потому что действительно Онрис очень сильный, ребята. Внезапно. Типа никто не ждал, а они вот. Вот такие вот. Кроман. Первый контакт у него. Находится в свой фраг ИЧС. Не отпускает Кромана. Ситуация 4-4. Там очень подойдет Ната Сафикс со скаутом. Перемещение. Погибает Тенский тем временем. Датский сражение падает. И ситуация 3-3. Тем временем, потому что еще и Харри нашелся у фраг. Стоит пачка. Ната бит. Ты у него скаут. Найти бы девайс поинтереснее. Можно, в принципе, попробовать и на сей. Питает ХАЕшку. Взрывается дверь. Сайка теряет довольно много ХП сейчас от этой гранаты. Хотя там был второй армор. Ну и Nordwind тоже собираются, но не сильно. ИЧС погибает. Погибает также Харри. Последний сейт Сената Сафикс. Хочет найти девайс. Цапает ФАМАС и бежать. Здесь в этом раунде уже никакую ситуацию не спасти. Ну и Сергей вместе с тиммейтами подбитыми начинает движение в сторону от бомбы, чтобы засейвить девайса. Ну и вот он хотя бы первый раунд в атаке для команды Крэйзи есть. Деньги у команды Nordwind тоже имеются. Соответственно, увидим с вами еще один хороший такой плотный бай на карте Денюк. Но какие-либо выводы делать пока сложноват. Как себя чувствует команда Крэйзи? Готова ли они сражаться на своем собственном Денюке? Куда это все идет? Для чего жить? И вот эта вся приколюха, да? В общем-то. Ничего не ясно. Норты отдайте им 10 раундов, как хотите. В чат я так периодически заглядываю, потому что неудобно. В одного выводить коэффициентики, смотреть игру, переключать камеры. Вообще ничего неудобно. У нас там уже пошла война. ИЧС и Ната Сафикс чуть не отъехали. ИЧС так вообще. Там на одной волосиночке от смерти был, потому что на улице была какая-то лютая война. Ну и вместе с Натой могли бы там действительно отхватить. И уже была бы ситуация 5 в 3 для команды Крэйзи. Ну а там на паре удачных движений и все. Ты же на втором раунде. У противника денег нет. Ты счастливый, довольный. Забираешь свой Денюк. Выходишь на третью решающую карту. И там уже как получится воюешь. Да. Ну вот опять же война против улицы. Токсик немножко поставил на молике. Не особо страшная ситуация. Но в принципе можно жить-дружить. Добивает Акина Тасафикса. Падает снайпер команды Нордовин в этом раунде. Но еще есть 3 бойца у Нордов, которые могут посражаться. Правда не особо на гранат у Нордов. Поскольку там остается только у Крома на раскидка. Флешка, смоу, каешка. Дефуз китов нет. То есть если дойдет до постановки плентал команды Крэйзи. Есть подозрение, что ребята из команды Нордовинт могут не пойти в ретейк. Особенно если время не позволит. С этим поиграться. Так, ИЧС у нас находится пока что на Кэтволке. И команда Крэйзи имеет 25 секунд на таймере. По-моему сейчас смещается в сторону базы Бэк. Я вижу, полетели молики. На молика мы пытались ИЧС обыгнать. Но молик немного неровный. 15 секунд. Спрыгивает ИЧС. Но выход у нас на базу Б намечается. Нужно торопиться. Тенске уже в дверки подглядывает. Тенске видно. Нужно идти ставить пачку. Нужно закрывать все это самоком. Контроль с позиции. Ну и прямо на последних секундах игроки команды Крэйзи ставят бомбу. И Крома находит свой фраг. Первый для своей команды. Сенсей зря спалился сейчас. Очень зря спалился Сенсей сейчас. Очень зря. Это 2 в 4. Информация есть по последнему выжившему. Он может поработать на время. И гранат нет. Совершенно точно. Попытка Дефуза. Садится ИЧС прям до Талова. А что по стрельбе? А там просто Дефуз. Дэнк убивает. Времени не хватает. Да ладно. Он успел. А как же Тенске не до контроля. Этот момент там оставалось полторы секунды. Буквально Крэйзи. Каким-то чудом оформляет этот раунд для себя. Хотя казалось, что все уже потеряно. Ой, Нордэ... Ой, Тенске. Ой. Торгаш. Просто Торгаш. Но это было на Тоненького. Казалось, что Крэйзи уже в этом раунде не вытащат. А там были бы проблемные моменты. И команда Нордовинд решается. Что делать? Брать себе Форс Бай. А зачем? Типа, если они сейчас этот раунд проигрывают... То они дают еще и, скорее всего, четвертый раунд команде Крэйзи. А четвертый для атаки, это уже, знаете ли, не шутки. Мы ехали в маршрутке. Но, видимо, из-за того, что Тенске подсевил девайс, типа, может быть... Типа, как-то... Для этого была какая-то хотя бы минимальная мотивация. Ну, или понимали, что почти все девайсы были выбиты из команды Крэйзи. Поэтому подумали, что если сами навяжут инициативу, то такая история. Ну, не понимают. Типа, делаешь один эко, берешь себе хороший бай. А не скаут, фармилку и фамас. Опять же, без китов. Хотя у нас с аффикса были деньги на дефуз киты. Заметили, да? Это вот 50 долларов у него есть. Могу бы купить киты. А это очень сильно может решить Сергис. Прочекает ли сейчас. Да, видит Кромана. Пошли движения. Кромана здесь не должны отпускать совершенно. Прокидывает смуг. Ну, а теперь нужно уже Сергису и его тиммейтам как-то аккуратнее с этим играть. Токсик проходит по улице, понимает, что могли поджимать. Игроки команды Норда Винты перемещаются вместе. Там вполне возможно выход будет под базу Б через Сикрет. Не для команды Крейзи, но и Ната Сафикс. Чакает через стекло. Там должен быть смуг какой-то сейчас. И еще один. Вот. Ну и все. 25 секунд. Опять же команда Крейзи на последних уже практически секундах начинает двигаться в сторону базы Б. Ната Сафикс убивает Дэмко. Проход пошел дальше. Флэшка влетает. Токсик находит АйЧеса. 15 секунд опорника на базе Б я не видел. 12 секунд. Нужно опять же двигаться. А вот он сидит. Вот он, хитрый лис. Сидит он здесь, да? Понимаете? Ставится пачка, не ставится пачка. 24 секунды команда Норда Винт выигрывает раунд. Прикольно, ребята. Зачем? Почему? Типа не успеешь дочекать. Почему игрок не открыл дверь и не пошел? Плэн почекил. Там мог быть игрок. То есть фактически сейчас могла бы сыграть на раунд позиция на раздевалке для команды Крейзи. И все. Только на раздевалке. Понять? Открываешь дверку и смотришь, там сидит чувак. По крайней мере по нему появляется информация, если его не убивают. Ну или хотя бы заходить мне на последнюю секунду. Ну, так, чисто совет. Я понял, что эти полны чуть уже опосля. Может каждый. Но это уже второй подобный раунд. И если в первый раз пронесло. Кое-как там, кое-где. То что-то я сомневаюсь, что в следующий раз спросит команда Норда Винт такие вещи. Выход на мейн. Тенске бывает противника. Война против Скрипа. Молотов летает. Команда Крейзи горит. А конкретно Сенсей... Горит. Ну и там Тенске тоже мог бы погибнуть. И на хп остается у датского бойца команды Норда Винт. Неплохая хэшка под Сайко. Почти на половину хп. Ну, вроде бы 4 на 5. Но вроде как 4 на 4. Учитывая хп Тенске. Который может сам где-то упасть. Ножку подвернуть. И на этом как бы его жизнь закончится. В этом раунде. По крайней мере. Но может выбрать себе не дефолтную, не стандартную позицию. И сработать на враг. Потом погибнуть. Но вот хотя бы внести какую-то еще лепту. От себя даже на лоу хп. Так. Занимание мейна. Токсик. Прочекать ли сейчас пристройку. Вроде должен. Там фармилка сидит. Хочется жить. Но там уже да. Все. Харри спрыгивает. Понимает, что там как бы нифига не смешно уже. И гранаты у атаки заканчиваются. Харри слепущий. Влетает. Дает фраг на токсика. Падает игроке атаки в вентиляции. Хватается калашников. Попытка дальше. Натасаффикс тиммейта. Понимаешь, что это уже база бет. Тенск соединив хп. Дает все-таки свой фраг. Должен дальше погибать. Размен будет от Сергиза здесь. А ставится пачка. Сэнсэй не ждет рампу. И бомба поставлена. Но раунд от этого не выигрывается. Счет на карте 4-2. А это самое время. Опять же обратиться к коэффициентам. И посмотреть, что у нас предлагает париматч. А предлагает следующее. 1-5 на команду Нордовинт. И 2-48 на команду Крейзи. Не сильно коэффициенты тут у нас меняются по ходу матча. Но действительно, вот я заметил сообщение в чате, что должно было быть 4-2. А стало 2-4. Если мы говорим про Крейзи. И вот здесь я конкретно с ним согласен. Потому что действительно должны были быть щита в пользу коллектива Крейзи. Но никак не наоборот. Совершенно точно. Ну а теперь даже не 2 кабай. Только по 250-х. Три штуки. Глаки. Есть 2 зевса. Поджим пошел какой-то интересный. От Харри с АЧСом нашли один фраг. Дальше разменщики. Выход. А куда вы полетели? Ну пятерка для Нордовин. Тут нато сапфикс не особо сремонился с Сайком. И счет на карте становится действительно 5-2 здесь. А мог быть наоборот. Но не стал. Но мог быть. Все. Бои есть снова. Беснайперские винтовки. В этот раз для коллектива Крейзи. Но не для команды Нордовин. Там уже вцепился в авик. Нато сапфикс. Все у него хорошо. Поджим улицы. Дальше сейчас он не работает. Погибает оттенки 1. Второй не получается. Выход из мейна от нато сапфикса. Размен пока что 2 в 2. Довольно активно повоевали на улице. Спустя 20 секунд времени нато сапфикс понимает, что как бы может быть вафелька там. И как бы он сейчас в спину зайдет Сергизу. А Сергиз чекает. А Сергиз чекает. Серега был готов. Сэнсэем, наверное, мог бы дать размен в случае гибели тиммейта. Но это большинство для атаки. Что, в принципе, команду Крейзи не может не радовать. В этот самый случай Кроман с Калашом идет дальше. Чекает позиции. Никого здесь не видит. Ждет, возможно, какой-то еще инициатива от Сергиза. Но тот сам чекает спину. И Кроман понимает, что это нифига не секрет. Как бы трат уйти. А сейчас он в спинке уберет двоих. А нет, я уже в мейне. Ну, в мейне уберет двоих. В спинке. Кроман вообще не читается. От слова совсем. Но ошибается. Ошибается в среде. Нужно было дождаться полностью противника. Теперь он спалился. Получает молотов. Сэнсэю очень больно. Погибает дэм. Тем временем ответочка от Сэнсэя влетает. Информация по Кроману имеется. И Кроман здесь быстро, бодро отлетает от Сергиза. Третий браун для команды Крейзи. А по деньгам у Норда Виндов ба имеется. Там не хватает одному лишь Харри для того, чтобы закупиться. Но какую-то формилку не дают. Он сам себе ее дает. В принципе, самостоятельный парень, взрослый человек, как бы, может себе позволить. Так что тут вопросов вообще ноль к нему. Что там у нас, соответственно, по параллельному матчу. Там еще ребята на второй карте не стоптанули. У них только ножи прошли. Да, у них только ножи прошли. А, у нас здесь уже почти первая половина. Ну, закончилась первая половина, первая половина. Окей. Фраг первый залетает у нас от Сенсея, но теряет по пути Сергиза. НАТО дает размен. И там уже готов ЭЧС. Лестники принимает, свалился в вентиляцию. Ну и команда Крейзи не торопится. Как мы видим вообще по Данюку, не самая торопливая команда в рамках этой карты. Так, Сенсея сейчас будет какой-то бустецкий для Токсика. ЭЧС должен погибать. Видно было... Но было попадание по Токсику, но было попадание прострелом по голове через 300 лестниц. Сайка, мы видим, тут лагает просто в красный. Далеко ли он так пройдет, да, вопрос? Хорошо без бомбы, как говорится. Ну, пусть ползет. Кроман дает фраг. Так, погибает Сенсея, есть разменщики. Отец пытается жить, вешает хоть что-то на Дэмко. И остается на последний лагающий Сайко. Который сейчас все-таки доползет до края. Должна быть техническая пауза, по всей логике. Ну давай, ты сможешь. И... Давай. Вылезет. Да блин. Я думал, он доползет. Ну, а так бы, типа, если бы выживал, то вполне возможно сэвил бы девайс. И мог быть хотя бы один калашников для него. А так он, получается, вылетел. Ему не дали денег, по всей видимости, как я понимаю. И у него вообще там будет паксов 100-200. Ну, а так сказать, что он, типа, играет в Тейсе, но рестартит Counter-Strike. Ну и счет 6-3. Пока ничего не понятно. Типа, вроде бы, какие-то раунды Крэйзи берут, но и... Что там у Сайка? Нет, где-нибудь, что-то появилось. У меня 350. Все норм. Вроде бы стреляют Крэйзи, но раунды лично мне, опять же, это не какой-либо хейт, там, или... Это критика лично мне не нравится. Как они на Данюке действуют. То есть, какой-то быстрой атаки у них нет. Они, опять же, как я вижу, пока что ползут по карте, пытаются играть агрессивно на улице временами. Но вот те раунды, которые у них должны были быть в копилке, то есть, они должны были по факту сейчас вести на этой карте, но вот за счет того, что они очень мало времени оставляли себе для того, чтобы куда-либо выйти, и одним из игроков команды Норда Винта было прочитано, просто он сел в нычки и такой, типа, я тут посижу, вы там, как бы, молодцы. Не смогли посвать бомбу. Не хватило банального времени. Потому что убили Плэнтищева, и там оставалось 2,5 секунды. Поэтому вариантов не было совсем. Два кабай для Крэйзи. Уже два фрага есть от коллектива Норда Винт. Ну, и должен быть закономерный седьмой. И сейчас, поскольку, ну, один дигл, две гранаты. Поставят пачку, будет хорошо. Не поставят, никого не оптан, ничего себе в блок двери. Там кто-то очень активно хотел посмотреть, что там находится за дверью. Я так понимаю, что это были игры Крэйзи Норда Винт. Потому что к Крэйзи пришлось бы эту дверь колупать с этих пистолетов очень долго. Ну, это Сайка тоже увидел смерть имейта, решил, да ну, его нафиг. И дает хэдшот, типа, не хочу погибать, а буду всегда молодым. А там уже спина подошла. Ну все, Сергейц последний. И здесь его может закрыть, и, наверное, должен закрыть Роман. Еще и хэдшот влетает. Ну, там информация по Сергею Зу есть. Он впитывает поездку почти на все хп. Но он без бомбы. Это главная проблема. Ага, 30 секунд. Он, в принципе, может подсэйвить девайс. В принципе. Или, как вариант, просто не отдать Калашника противнику. Но он идет. И погибаясь. Как герой. Жил как герой и умер как герой. 7-3 за команду Nordavind. И, наверное, самое время посмотреть, опять же, коэффициенты. 1-3 на команду Nordavind. И 3-3 на команду Crazy от наших друзей с париматчем. На данную карту. И также не забывайте про баннер по трансляции. На 100% бонус к первому депозиту от наших друзей с париматчем. Разумеется. Как же иначе. Какая-то вот такая история. Да, там, кстати, затронул параллельный матч. Он риск и SG Pro. Но там самый старт, поэтому 2-1 счет. Там даже не особо важно за кем. Билетики. Кроман. Идет давить, душить. Находит Сайко. Но он был здесь почему-то в одного. И не ждал поджимов. Очень много жмет команда Nordavind. И жмет удачно. То есть мы видели на Девертига от них поджимы. Очень крутые. На самом деле, прям максимально крутые. Когда они продавливали T-спаун на Вертига. На ноге просто. И у них это получалось. И здесь они тоже давят довольно часто. Улицы давят. Брампы давят. Лобби давят. Все давят. Вот только до T-спауна не добегали. Прошу прощения. А так у них все там нормально. На T-Suffix. А, я так понимаю, что они отпустили полностью базу Бэя. Поэтому на T-Suffix понимает, что на рампах никого нет. Просто за красным чекает выход на рампы уже с базы Бэя. Там еще раз погибает от Токсика. Токсик, будучи слепым, просто отъезжает. Сергис пытается убежать вместе с Сен-Сеном. Если получается, погибает. Правда, Сергис не ушел он. Но и правда и с Хромом не отпускает. Три в три. Выход на точку Бэя. Не всех бойцов команды Крэйзи. Там уже оп. Здравствуйте. Видно противника. Дэмк. Ага. Они не пускают там особо на T-Suffix противников в дефолт. А тут уже два бойца защиты. Опа. А нато живет. На T-Suffix. Что за флик? Что за ноу-скопа два? Это было красиво. Просто флик. Жалко не повторов. Здесь у меня как-то не завезли повторную машину. Но это было сильно. Нато-Suffix. Что творит вообще? Молодой. Молодец. Нато в форме. Это видно. Просто очень долгое время датский снайпер был не в форме. Он не савика не убивал. Вообще, в принципе, не убивал. Поэтому казалось, что нато-Suffix как-то уже, ну, типа, не знаю. Катает на... На идеи, что ли. Такой истории. То есть, наверное, месяца три он просто не особо появлялся. То есть, это редкие матчи, где он прям выстреливал. Редкие матчи. Ну, вот мы видим, что две карты подряд. Ното-Suffix прям... Молодец. Такие флики выдает. Ё-моё. Мне так стрелять. Выход от терпиза. Погибает он. Погибает этот час еще и темп. Вываливается токсик. Вываливается и бомба. Погибает Сайка. Последний сенсей. Выход на девятый. Нато-Suffix. На файл-Скопом добивать последнего игрока команды Крейзи. 9-3. На карте Денюк. И кажется мне, что это довольно легкий 2-0. Для Норда Винт. Потому что Крейзи в этом матче нет совсем. Вообще, что в прошлой карте, что в прошлом Бест-Оф-1 матче, Крейзи не было. Что, ну, прям... Странно. Ну, бывает и такое. Видимо, Норды действительно очень хорошо отдохнули. И с новыми силами отправились воевать. А он риск просто бочительные ребята. Так, разменчики. Но в пользу команды Норда Винт. Все случилось в лобби. Погибает также Токсик. Последний в живых остается Сенсей. Я не понимаю, почему он такой хороший снайпер. Такие клачи тащил. На протяжении, там, недели-двух. Но почему нет снайперской винтовки? Даже за атаку. Почему калаши? Ну, это не его. Короче, для меня эта история какая-то загадочная. Почему Крейзи сегодня вот такие? Крейзи, вы шо Крейзи? Крейзи. Что с вами? Крейзики. Не понимаю. Ну, тогда вполне возможно, я чуть пораньше уйду на отдых. Буду ждать следующего матча. Не, пойду поем, что ли. Ну, поспорю. Хотя там тоже, вроде как, может быть 2-0. Потому что первую карту он рисфражскую закрыли. Это ведь противника, но убить его не получается. И там на своей карте он рисует 5-1. Поэтому вполне возможно, что поляки закроют, выйдут из группы. И мы посмотрим с вами матч Норда Винд и команды СГПРО. Я что-то не вижу здесь. Вариации, чтобы Крейзи опять же что-то здесь сделали интересного. Прям вообще не вижу. Попадают, конечно, Норда Винды бешено. Я даже думаю, что СГПРО будет непросто. И у нас, ни одна из наших команд может не выйти в плей-офф. Вообще. Вот за что переживаю. Ну и как бы вот, да. Я не знаю. Просто вылетает, просто погибает. Опять же, переломный момент. Мог бы быть. Мог бы быть. Если бы команда Крейзи при счете 2-2 залетели адекватно на базу Б. И у них было побольше времени. Забирали бы этот раунд. Там экономически у команды Норда Винд. Счет 4-2. И там уже можно было жить. То есть могли бы поверить в себя. Но этот раунд они отдали. После чего пошла вот эта вот ситуация с раундами. И, вроде, там счет был 5-3. Но сейчас уже какая-то такая не прям суровая серия 6-3 раундов. Но все равно раундов в команде Крейзи не хватает. Снова есть деньги на ласт раунд у команды Крейзи в второй половине. И, опять же, возьму четвертый хорошо. Не знаю, что они возьмут. Но, типа, 2-0. К тому же, не 100%, но уже прям очень близко к этому. К тому же, два фрага влетают от команды Норда Винд. Размен от Сергиза. Была попытка реализовать АВИК у Сенсей. Не получилось. Не фортануло. Опять же, 2-4. Сайка погибает. Сергиз тоже погибает. 12-3. Это Норда Винд, который, я уверен, закрывает 2-0 без каких-либо проблем. Практически 158%. Есть ли там кэфчики какие-нибудь? Да, есть, слушайте, внезапно, но есть. 1-0-3 на команду Норда Винд и 10 ровно на команду Крейзи от наших друзей с париматч на вторую карту. Ну, как бы 10 отыгрывается крайне, крайне редко. Наверное, там, один матч может быть на 50-100. Ну, или карта. В зависимости от чего. Отталкивается кэфцер от карты или от матча. Хорош, хаешка. Нат, ты дурак? Ты думаешь, что делаешь? Ну, это, скорее всего, была просто ошибка, а не специальный момент. Типа, форт дали команде Крейзи. Но момент забавный. Забавный. Как-то вот нелогично. Мне кажется, просто матчи протекают немножечко. Что один, что второй. Хотя, если первый там еще более-менее поддается, то здесь почему-то, не знаю. Может, устали, реально. Само утро катали. Нат, сапиксируется с тиммейтами на размен от токсика. Притом, дважды HHS снимает токсика информацию. Ай, патрошки. И бежать. А там сенсей. А там сенсей. Пытается жить. Серги замыкать. Что произошло вообще? Кто эти люди? Дайте слова. Какие-нибудь, а не звуки мне, пожалуйста. Закончили слова адекватные. Как, куда, что, зачем? Что-то вообще было. Какое-то месиво из людей на точке А. Месиво из фрагов. Как это вообще разведить? Так, параллельный матч. Счет 7-1. Команда Онрис ведет. Ситуация 3-2. Могут забирать, в принципе, пытаться восьмой раунд себе. Денег у команды СГ не будет, если не поставить бомбу. Да, мы можем и даже закончить на время. Если тут чуть-чуть подзатянется, там будет все побыстрее. И сразу в матч Десайда с вами прыгнем. Ну, да, там 8-1. Ну, вот такие вот Онрисы. Внезапные. Честно говоря, не ожидал. Думал, что Онрис и команда Нордовинт или СГшки будут вот бороться за второе место в группе. А типа Крэйзи там первое-второе, типа, такое возьмут. Как же я ошибался. Я... О, Сайка опять потек. А нет. Но пытался. На ноже, на контроле. Странные манипуляции. Че-то колдует. Сайка, че-то колдует. Так, Сенсей. Убивает одного. Там должен демк. Сейчас. Ты же слышишь, братан. Ты же слышишь перемещение противника. Че ты там топаешь? Может, наушники отключились? Не знаю. Слышно было всем. Вы слышали? Вы слышали? Там топтались игроки атаки, как слоники. Даже не маленькие. Огромные такие слоны. Мамонты с этими бивнями. Волосатые. И он просто, типа, боком смотрел. Что это было от него? Типа... Это вообще как? Это куда? Я не понял. Совершенно не понял. 12.5. Деньги у команды Nordwind появляются. Но это то, что оставалось с прошлого раунда. В принципе, то сейчас и остается у команды Crazy. Это два Фамаса. Две М-ки разнообразные. И скаут для Сенсея. Которую они, наверное, хотят реализовать в этом... Ну, конечно, хотят. Конечно, хотят. Кого это, собственно... Что, куда? Надо. Надо брать этот девайс на раунд. Видит Сенсея противника. Попасть не попадает. Попадает. Не помогает. Вносит дэмэджа. Погибает у нас там боец атаки. Тем временем там тэнский откис. Ну, в целом ситуация ровная. И по ХП. Ну, чуть больше у Хари. Ладно. Чуть больше. Но по девайсам, конечно, серьезненько. Так все у команды Нордовин. Хотя он для себя нашел уже калашников дэмк. Молота прокидывает на девятку. И, в принципе, можно пытаться. Все выкидывает дэмк на эту девятку. Все, что есть. Хаешки, смоки, молики. Все есть. Так. Ну, и ждут. Ждут какого-то врывчика. Крейзи. Нордовин тоже что-то ждут. Токсик. А, это ошибка, братан. Но там Сергис находит свой фраг. Погибает Хари. Отваливается, правда, в размен от НАТО с Аффикса. Сергис. Выход на девятку. Там Дэнк по-прежнему ждет. Он все выкинул. Все, что было у него. И ждет. Видит противника. Сайка погибает на ДАСАФик. Слышечка под себя. Под нее сливается. Видит противника. Сайка находит все чеса. Помогает еще по тиммейту. Кроман погибает. 12-6. Комментатор, привет. Здарова. Я в чат все-таки решил залезть. Пообщаться с вами. Ну, потому что, ну, вроде, если будет камбэк, будет интересно. На остальном, вроде, пока нет. Потому что, вполне возможно, если бы Норды закрывали тот пессильдраунд, который начинался у нас вот во второй половине, это уже была бы ГГшка. Я бы уже, не знаю, крутил вам какую-то рекламу и пошел есть булочку какую-нибудь. О, кстати, там очень больно команде СГПРО. Очень больно команде СГПРО. 1-1 слетят. А то 2 кабай для команды Нордовинт. Есть 2 фрага от команды Нордовинт. Влетает качок от Кромана. Как же сейчас кошмарят пацанов. Господи, боже мой. Там в фронте гуляет стайка. Ух ты. Все. До свидания. Нагулялся. Ну и Тенский. Последний. Бомба практически у него в руках. Можно забрать и в вентиляцию. Хей. Без парашюта прям. В принципе, что он и делает. Фейк. Но крэйзи все равно. Они не слышат. 12-7. Ну, вроде бы, какой-то камбэк минимальный. Пока намечается. Вроде бы, что-то пытаются ребята из команды Крэйзи вернуться. Не видно Сенсея. Если он не включается, то... Ну, пока что идет борьба 3-5. Команда Крэйзи. Типа Сергей, Стоксик и Сайка. Хотя, сколько я матча команды Крэйзи смотрел, там практически всегда доминировал Сенсей. В своей команде. И от него строилась игра. То есть, на плач 1 в 3 брал, я не знаю, там штук, наверное, 80-80, когда я плач видел. И было ее, ну, прям, любо-дорого смотреть. Да, Токсик находит фраг на Тенске. Сайка входит. Видит на мейне противника. Сайка пытается убить второго. Не получается. 2 в 3 ситуация. Меньшество для команды Крэйзи. Молотов на девятку. Там у нас где-то в планете находится игрок с защитой. Стэнсейп. Дает фраг, но промахивается. Второй раз Сергис на топол, по-моему. Его должны были слышать. Сергис последний. Клач 1 в 2 должен быть. Флэшка пошла из мейна. Видит противника. Флэшка влетает. Можно пытаться. На Кроман флэшка. Молотов на мейн. Но что-то Сергису как-то фиолетово не горит. Дает фраг на Кроман с 5 хп. И сейчас. Либо одна пуля от НАТО Сафикса. Либо Сергис что-то сейчас придумает интересного. Вряд ли что-то придумает Сергис. Очень вряд ли. Но играет типа на время. Он не читает право. Право он не читает. 13-7. Деньги у команды Crazy Зак кончились, потому что они каждый раунд теряли очень много девайсов. Соответственно, экономики взяться просто-напросто неоткуда. В этом случае. Но это будет форс. И если этот форс проигрывается, то это выход на 15 для команды Нордовинт. Либо форс бай для Крейзи каждый раунд. А это, ну, бай на 2-3 тысячи максимум. Пнить Сенсея он не убивает. Ну вот, я про то же говорю, что Сенсея очень не хватает команде Крейзи. Вот катастрофически не хватает. Авик решил бы многое. Есть первый. Второй нет. Сайка в панике сбегает. Пока что размены ровненькие. И там у нас что-то команда СГ начинает камбэйчить. Ну, как камбэйчить. Они взяли 3 раунда на вражеской карте против 11 противника. И потеряли токсика. Крейзи. 4 в 3. Дэмк поджал. Дэмк сейчас будет в неожиданной позиции. Кстати, вот этот... Смотрим за ним. Этот парень сейчас смогет. На один фраг он сработает 100%. НАТО должен погибать. Второй. Ах, не пошла! Шальная императрица. Пошла, но не туда. Куда ждал сам игрок. Нужно было убивать дальнего, потом ближнего. Но решил почему-то наоборот работать. Попадание есть от Сенсея. В целом, если сейчас Сайка напряжет, пальчик на дигле, будет интересно. Сейчас откроется дверка, и либо закроется Сайка, либо два бойца команды Норда Винд. Пока непонятно, кто из них. Ага. Они обратно в вентиляцию попрыгали. А где Сенсей? А, Сенсей пошел обходить. Нашел для себя калашников. Что-то чувствуется, пойдут прям до конца пытаться души давить. Крейзи. Эту историю. Но они ее проиграют. Слишком много отдали. Да, слишком много. Они должны были, ну, не мне лично должны были, для себя должны были брать минимум четыре в начале Данюка. Там на шести раундах минимум четыре должны были брать. И только потом уже как-то вот воевать. То есть, в теории, если бы там все получалось у них, что-то Сенсей загулял, калашников отдал, беда. Все отдали. Нам денег две тысячи. Так вот, если бы ввели четыре-два, они вполне могли выходить на половине на первый со счетом шесть-семь-восемь раундов в атаке. Но они себя подруинили, эту историю. И после счета пять-три, они в первой половине взяли ровно ноль раундов. Ну и снова форс, да? Вариантов было немного. Либо отпускать на пятнадцатый нордов без борьбы, либо брать себе форс-бай и пытаться еще каким-то образом здесь камбэчить и выстраивать какую-то историю. Спойлер от комментатора. На что? Спойлер. Я ничего не спойлерил. Вообще ничего. Токсик дает два хороших фрага. Пытался тут уже как Бэтмен просто приземлиться на голову. На Цаффикса не получилось. Сейчас Тенске. Дайте мне Тенске. Вот он Тенске. Сейчас можно брать второго. Не получается. Два в два. Пошла флешка. Хороший на отходе хатчет от Сайка. Очень жесткий сейчас. Просто максимально. И Эйчез один в два. Сейчас там будут хороводы. Эйчез падает в вентиляцию. Бомба на руках у него имеется. Бежит на точку Б. Об этом прекрасно все слышал. Сенсей. И Сайка. Ага. Уже на позиции, но там игрок поставит на пачку за реактором. А, там все уже разобрано. Уже разобрано. Восьмой раунд для команды Крэйзи. Деньги у команды Норда Вин закончились так же. Даже бомба поставлена не поможет. Но вполне возможно оформит какой-нибудь форсбай. У них есть запас по раундам. Целых шесть раундов. Не то чтобы прям сильно много. Но какое-то интересное есть. А есть там какие-то кайфы? Не знаю. Че-нибудь. Есть. 1.05 на команду Норда Вин против 8.5 на команду Крэйзи. При счете 14.8. Это что получается? Если лямпи чинюшек топить на Норда Вин. Сколько можно? 10 тысяч печенюшек оформить. 5 тысяч печенюшек. За лям. Или 50. Подождите. 50 тысяч печенюшек можно. А можно и не можно. Да. Все-таки форсбай для команды Норда Вин потеряли на Т-сайфикса. Выход на базу Б. Там неплохо Сайка поработал по ХП. Команда Норда Вин. А тут неплохо работает и в принципе по численности команды Норда Вин. И ситуация 2 в 5. Или даже 1.5 в 5. Потому что у Чеса тут ХП на 1 патрон всего лишь. Не более того. Соответственно если Крэйзи забирает для себя 9. Там 100% будет 10. Ну слишком мало будет денег. Это 100% иглаки. Для Норда Вин 100%. И сейчас все-таки последний. Из вентиляции не поднимается. Падает обратно. Как пельмешка. И счет 14.9. Так. Ну еще посидим немножко. Посидим еще. Как минимум еще 3 раунда посидим. Минимум 3 раунда. Должно быть. Так. А в матче параллельно. У нас там получается счет почти 14.4. В пользу команды Онрис. Там вот точно будет 2-0. Вот точно будет 2-0. Миллиард процентов. Что там будет 2-0. Миллиард 200 тысяч процентов. Ага. Норда Вин решили взять себе деглов. Ну там у кого-то деньги. А ты что у кого-то устрик что ли серьезный? Подождите. А ну да. Они только 2 раунда в атаке же взяли. За всю половину. Вот это прикол. Там. Хаешка влетает плотная. По Нордам. Те находятся. При выходе из Сквика. Еще Хаешка. Чекнет ли Дэнк. А Дэнк сам выходит. Начинает начислять. Создает 2 фрага. Нужна помощь у тиммейтов. Чтобы не пропускали. Влетает Хаешка. Дэнк. До свидания. Нет. Откидывает молик. Не пускай к себе людей. Вываливается просто из Мейна. Товарищ. Размен от АЧС. А на этом жизнь команда Норда Вин заканчивается. 14-10. Ну и вот в этот самый конкретный раз. У команды Крэйзи впервые есть какая-то экономика. То есть в случае если отдают 15-й Нордам. То что-то они себе смогут приобрести. И еще побороться. Какое-то время. Но дефенс у них явно получается лучше, чем атака. Явно лучше. Так. Что там? 5 раундов в ряд. На нюке можно камбэчить. Нет. На нюке можно камбэчить. Вообще на любой карте можно с любого счета камбэчить. Сколько раз такое было. То, что даже вот на Северной Америке был матч, где команды дошли до допов. Ну то есть на 15. Набрав в атаке по 14 раундов. Дефенсер имеет только по одному. Да. Представляете, что Заданюк такой атакующий. 14 раундов одни взяли в атаке. 14 в камбэке взяли другие. Соответственно. Какая-то такая история получилась. Так что. Ничего никуда. Пытается команда Нордовинт куда-либо залететь сейчас. Раскидут гранаты. У них в принципе довольно много еще утилити. Разнообразного и дамажущего и не очень. Ну и команда Крейзи ждут. Сенсей. Со снайперской винтовкой. Фрагстад не впечатляющий. Ждет просто улицу. Выход из-за красного. Никто к нему не идет. И возможно не придет. Молотов летает. Сенсей не горит. Прокидывает смок. И быстро бодро бежать. Так. Начинает уже постепенно раскидку команды Крейзи уходить. В освояйся. Сайка ждет выход на мейн. Пока не понимает откуда ждать беды. Ага. Погибает Харри. Погибает Ната Савинс. Бомба выпала. Выпал также Зергис. Из этого противостояние 25 секунд. Выход на базу Б. А есть там кто-то из опорников вообще хотя бы один. А там уже Сенсей пришел. Погибает Сайка. Токсик ждет. Там перемещение на мейн. Токсик должен убивать противника. Да, есть фраг на Тенске и часа. Постанавливается Кроман. У него просто нормально не будет. А не, будет возможность. Подождите. Бомба он воткнет. Но выиграет не выиграет. 14-11. Но. За счет поставленной бомбы команда Норда Винд имеет возможность закупиться вновь. В следующем раунде. И соответственно попробовать взять для себя 15. Крэйзи на 14-3 камбэк. О, я эту игру не видел, но я смотрел, по-моему, следующую карту. Я такую смотрю, типа, и что-то у них были из-за баталий на первой карте. А там действительно у них был камбэк на Мираже. Да это, по-моему, было? Они с 14-3 камбэкнули до допов и там на допах победили. Кстати, да, ГГ у нас в параллельном матче. Команда Онорис расправляется с командой СГ. Про, они же СГейминг. 2-0 по картам. Да, с 22-м у них вышло намного явно бодрее. Счет 16-4 за поляками. И они из группы выходят с первого места. Теперь у нас СГшки ждут либо команду Крэйзи, либо команду Норда Винд. Кто из них выигрывает, тот сражается в 10-й матче. Соответственно, если сейчас Крэйзи Камбэчат, мы смотрим третью карту и только потом. Становится понятно, если Норда Винд дожимает Деню, то мы с вами смотрим матч СГейминг против команды Норда Винд в матче Десайдере, решающем матче сегодняшнего дня. Крэйзи Камбэк 14-2. Ну, тем более, да. Что-то вот такое я видел, слышал. Фризи Транца. Ничего подобного. Был 13-2 и проигранная пиздец. Ну, Мираж же был, да? Я все правильно помню? Вроде все правильно. Так. Что там такое? Так, а здесь у нас проход на улицу от ребят из Норда Винд. Что-то прошло больше чем-то времени, никого акшена не было. Я даже как-то такой расслабился маленчика. Думаю, а что это? Никаких звуков нет. Никто не струляет. А как так? Там пошла флешка на КТ. Крэйзи думаешь, там, возможно, на КТ уже есть игроки, которые ждут. Но еще ни одного мува они не делали. Флешка пошла на девятку моменталочка. Врыв через девятку. Там есть противники. Дэмк, Токсикс. Ну, это неплохо, ребята. Тут у нас засада просто на пленте. 15 секунд. Времени не хватает. Сенсей сначит карри. Последним остается Стэнси. И он тоже погибает. Это счет 14-12. Команда Норта Винт действительно может впустить свою карту. Потому что, опять же, добрый вечер, да? Атака на нюке. А где? Мы вернулись в какой год? В 15-й? В 16-й год? Где атака? Атака выйдет сегодня? Где-нибудь? 2 кабай для команды Норта Винт. Как, знаете, обычно бывает, девайсы не идут. Но, типа, может быть, что случается какой-нибудь 2 кабай. И потом просто вот за счет этого еще берется подряд раунд. Хотя деньги у команды Крэйзи есть. Но будет обидно, конечно, Крэйзи проигрывать. Типа, ты ведешь, ты камбэчишь. Там у тебя какой-то стрик с 5 раундов. Ты выбираешься из какого-то полного, там, не знаю. У тебя 2 кабай, у тебя какие-то диглы. Какая-то такая история. Что-то вообще очень страшное. Опа-на. Крома, ничего себе ворвался. Ничего себе ворвались, ребята. А как это так работает? Я же пошутил. Ну, ладно. Ну, реально пошутил. Типа, я не думал, что так оно может быть. И если я вдруг накакал, простите, ради бога. Я не знал, честно. Я просто говорю, типа, ну, такое бывает очень часто. Какая-то жесть. Я говорю, вот это, чтобы обиднее было, да, вот эта вот история. Найс спойлер. Это был не спойлер, это было мое предположение. Это было мое предположение. Не более того. Я не думал, что такое произойдет. Найс накакал. И они на своем оверпассе что-то вели, вели, кампэчили, кампэчили. Потом просто отдались глокам с одной снайперской винтовкой. И догонялись на 16. Типа. Да, сами его уволены. Чего пристали? Да, это пик Крейзи. Это пик команды Крейзи, который... Разумеется, они попытаются оформить. Им нужно для этого три рунда подряд, чтобы выйти на овертаймы. И, в принципе, для этого все предпосылки были. Вот если бы они забрали самые два кабай у команды Дорта Вин, счет 14-13, и погнали. Там один взятый девайсный, паритет. Опять недельный командор Дорта Винт. И можно выходить на всю эту историю. Пока что 4-5. В меньшинстве команда Крейзи. Погибает Токсик. Еще больше меньшинства, как бы это ни звучало. Погибает еще и Дэмк. Ну и, блин, ну посыпались. Ну, что я могу поделать? Ну, типа, такое бывает. Такое случается и довольно часто. Я тут ни при чем. Это все не я. Да, сенсей был последний. Сенсей последним и погиб. Помятный, когда включите худ? Худ чего? Игра идет не через Клинфид. Соответственно, игра идет через саму КС-ку. Такая история. Как бы... Я не знаю, что сказать вам, честно говоря. В этом всем это было чистое предположение на... Возможный исход сценарий всего этого возможного. Но, типа... Я не знаю. Почему? Но сегодня первая карта была максимально слабая от команды Крейзи. Они прогрели 3-16. Но вот потом Донюк у них тоже не сложился. Вот опять же, да, вспомните момент 2-2. Возможно, выход на 4-2 для команды Крейзи. И тогда, возможно, этих раундов бы хватало хотя бы даже четверки для этого камбэка. Но оформили только 3 для себя в первой половине. И потом уже камбэк немножечко не получился с залитием вот этого 2 кабая. Который мог уходить на 14 раз. Потом уже можно было работать дальше. То есть был бы уже такой более близкий счет. Но никак не то, что мы видели с вами сейчас. Короче. Матч Десайдер на канале CSRUHUB. Можете просто убрать двоечку, если вы смотрите через Twitch. А не где-то еще с каких-то сайтов возможных. И там будет матч команды Nord Wind и S Gaming. Я думаю, что S Gaming проиграют. Это не... Это просто мое мнение. Потому что Nord очень сильно стреляют. Прям максимально сильно. А вот S Gaming это была какая-то история, когда твой противник не готов. И карту почему-то напикали себе неудобно. То есть сейчас конкретно Крейзи себя не показали. И S Gaming тоже показали себя не с лучшей стороны. Поэтому, скорее всего, Nord Wind, проиграв довольно сильным противником из Honoris, которые сегодня были готовы, отыгрались на команде Крейзи. И сейчас будут еще кошмарить команду S Gaming. Поэтому приходим все на CSRUHUB канал на Twitch. Я там вместе со Sleeps and Wild буду для вас комментировать этот матч, этот Best of 3. Надеюсь, что полноценный Best of 3 матч. Хотя бывает всякое разное. Но это уже не от меня зависит. Поэтому небольшая пауза. Встречаемся на канале CSRUHUB. Субтитры сделал DimaTorzok